Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и впереди вас ждёт партия 3 на 3, командный турнир. Я играю за Византию. Эти карта будет внутреннее море, как и такая необычная, там может быть очень странное расположение игроков. Мои напарники Iron Butterfly играют за Сангай, а Спириналек за Майя. Ну и против нас Япония, Эфиопия и Турция. Приятного вам просмотра! Так, давайте проверим настройки карты. Внутреннее море, 6 городов-государств, карта маленькая. Тут всё рандом, стратегический баланс. Дипломатическую победу выключу, да. Так, таймер включен, без руин, питбосс включен. Ну, всё вроде норм. Интересно, что они выберут. Ну, у них там тоже хорошие есть выборы. У них Эфиопию. Ну, явно Эфиопию кто-нибудь возьмёт. У одного, я помню, там Япония есть. Так, ну что, понеслась? Да. Так, проверь, что у них стоит. Команда. Начну их Японии. Смотрите, Японию, Эфиопию я угадал вам. Турцию только, я не знал. О, блин. Во-первых, я не на море. Во-вторых... Слушайте, а может мы даже вместе? Мы и есть вместе. Да, походу, Олег будет в центре между нами. Хотя... А, хотя нет, стой, мы не вместе. Там ещё много клеток влево. Слушай, Олег, между нами, видимо, кто-то будет. То есть, нам придётся атаковать. В любом случае. Это вы вместе. Это я, короче... Ты сверху по центру. Мне повезло. У меня, видите, справа горы. Да. То есть, в принципе, если справа кто-то на меня будет идти, то ему сложновато будет. А вот нам... Олег, ты слышишь? Да, но у тебя хорошее положение. Да, но понимаешь, между нами... Между нами? Будет какой-то чувак. Его надо вынести. Да. В смысле, между вами два чувака будет левее. Серьёзно? Ну, Лёша, ты сейчас находишься по центру сверху. Блин. Так это хреново. Это самое плохое положение, наверное, которое могло быть. Ну, да, в общем. Почему, видать, тебе и дали такой спот, как бы, взамен плохого положения? Ну, конечно, да. Вообще, по-хорошему, нам бы было распылить, который сверху справа, ну, по такой местности, по таким горам, это, скорее всего, нереально будет. Ну, я не знаю, какая у тебя местность. Ты ж не знаешь, вот... Не знаешь. По идее, если ты будешь напрягать того чувака, который у меня справа, так я могу отбиваться от того, который слева, а Олег будет, ну, тоже слева на своего нападать. И нормально, у нас будут такие три дуэли. И, в принципе, может, и вытянем. То есть, вот то, что у меня справа горы, это очень неплохо. Единственное, я не могу понять... Мне, видимо, не надо идти на море, потому что вот у меня тут место очень неплохое. Я бы прям поставил, где я родился, честно говоря. У вас какие соображения? Да, погоди. Ты тогда город вниз не втыкнешь под крабы. Там хрен знает, может, ты правее овец уже не сможешь поставить. А на опцию не хочется ставить. Вот хорошая клетка, допустим, просто пустынная, которая левее ее вес. Туда в горы неплохо второй втыкнуть. Так, может, мне тогда прыгнуть на холм вот влево? Я думаю, имеет смысл туда сместиться. Во. О, ну неплохо тогда тут поставлю. Слушай, смотри, у меня и тут горы. Да. Блин, так мне сейчас еще некуда будут города ставить. Но это, знаешь, не совсем нормально. Да. Да. О чем мне делать, давайте подумаем. По-моему, тут слева море, да, от меня. Может быть такое или нет? В смысле слева? Слева у тебя противник. Мы на внутреннем море играем. Так, напомню тебе. Не может быть залив такой огибающий, нет? Такое не бывает? Я очень сомневаюсь. Так. Тут вокруг меня, видишь, холмы как бы, да, идут. А внутри равнина. Не знаю, может поставить прямо на серебро город. Хотя, ну блин, как-то у Пыторжина, конечно. Я бы на море поставил, если бы был где-то у моря холм, на который ставить. А есть такой холм, вон он. Но тогда... Там же рачка. Да, там еды нет. Селебра нет. Не, он, наверное, имеет в виду, который справа, может, холм? Вот этот холм справа. Ну, если на море, то есть холм, прямо на море, вон он, возле мехов. Не, ну тут еды нету. Еды нет. Вот есть холм справа. Слева, да? Справа. Холм справа на море. Что вы не видите? Ого. Ну что тут? Вскорение, вы видели холм справа. Два хода всего пройти. И чё? Так. Я, короче, думаю поставить правее камня. Я не буду столь сильно отращивать. Там на шестерке где-то будет у меня. Не знаю, я бы сходил вот на этот холм справа, мне кажется. На море, да? Да. У тебя освободится место там около мехов, ты ещё следующий город можешь поставить. Ну, давай. Другое дело, что, конечно, отходишь от соперников немножко дальше, но... Судя по тому, какие у меня тут горы... Ну, давай, прыгай и начнём играть. Угу. Так. А у вас ходит вообще? Что-то вроде мы висим. Ходит. Ну, я походил просто уже. У тебя не ходит? Не. Ну, отлично. То есть у тебя поселение сейчас не ходит? У-у. Блин. Чё делаем, а? Отлично, блин. Опять начались лаги? У тебя пинг с кем-то глушается? Он тут отваливается. Нет, у меня вообще со всеми замечательный пинг. У меня готов. Ну, передвинь поселенца на пшеницу. Что, не идёт туда? Не. Хорошо, попробуй шифтом его туда поставить и нажать... Сейчас, может, кто-то свернулся? А? Кстати, да. Ну, куда сворачиваешь игру, то перестаёт ходить. Ой, блин. Не знаю, что сказать на этот счёт. Олег, у тебя ни с кем не повышается пинг. У тебя совсем нормально, да? Олег? 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 Вообще, верополчина. Согласен. Олег, у меня здесь комната валяется. Уходишь? Да. Как ты узнал, если у тебя поселенец на месте? Вон он двинулся. Ну, заканчиваем ход. У тебя сейчас будет рассинхрон, будет? Нет? Всё, пролагало. Ну, сходить посмотреть, как минимум, стоит. Ну, вот. Лошадей. Да, лошадей ставим. Сейчас как бы у тебя посила не забрали. Надеюсь, не родится следующим ходом. Они не забирают, вроде, и до третьего хода, и до второго. Ты можешь прямо в притул, допустим, на первом ходу подвести, но на втором, и не заберёт. У них ещё не все построили города. Они, кстати, все не на море. Но они не будут, скорее всего, на море ссоваться путин-драмонов, это самоубийство. Но хотя они же видят, что ты на суше поставил в том, может, ты поставил это на море. Что мне-то внутреннее море не нравится, что вот такие расположения дебильные? То есть, как-то, ну, не особо командная игра это получается. Зачем вот такую карту в турнир брать? Он поставил мех на море, по-моему. Да. С одной грешкой озера. Не, ну, тут озёра вряд ли будут. Тут реки, я смотрю. Так, а мы сможем сайроном друг друга поддерживать, насколько я понимаю. Что там вам поддерживать? У нас рядом никого нету. Поддерживать вы сможете. А тебе как слать войска? Не знаю. Мне слать войска, вынося соседей. О, у меня тут такие неплохие места, я смотрю. В принципе-то... О, ГГшечка. У меня сверху Эфиоп. Слушай, это Эфиоп или... А, Эфиоп. Так войну объявляй. Не, не, не. На удивление, кстати, у Византии такие неплохие места, обычно полная фигня. О, ещё и лошади прям под боком. Ты будешь строить свои святилища? Пирамиды? Да, слушайте, давайте зайдём, надо им устроить. Давай зайдём в бомбар. Это... Может мне тут в традицию поиграть? Я вот смотрю. На... Ну, в принципе, можно, да. Просто главное, чтобы два города потом на море поставить и наклипать драмонов, и заберём столь у чуваката. О, вижу соперника. О, я ГГшечка. О, я Женеву нашёл. Я сейчас пантеон могу взять. Возьму на золото. Да. А у кого можно взять... О, деньги есть. Всё. Ещё одна ГГшка. Ещё... Ещё... Обалдеть. Не, ну это как... Какие-то читы начались. У меня две... Религиозных ГГшки. Найдены первыми мною. Ничего себе. Ну, ты берёшь на золото, и я тогда возьму... Не знаю, может... А что, вам тоже веру дали? Ну, конечно. Обалдеть. Сейчас мы все втроём возьмём. Сейчас Византия ты берёшь, потом я беру, и потом Майя своё святилище. Майя, ты не спеши брать. Хорошо. Хорошо. Я, конечно, наверное, возьму культуру сына. У меня тут ничего нормального нет. Так. А мне что брать? Давайте подумаем. Слушайте, ну тут реально в традицию, потому что им надо будет эти ГГшки с этой стороны брать, чтобы ко мне пробиться. потом тут горы, а вон Японец. Чё мне брать? Давайте подумаем. На культурку, что ли? Тут лошадей у меня полно. Так? Я взял на культурку уже. Да, взял. На выгоны. Я взял на выгоны. Так. Блин, я зря, наверное, взял. Всё равно в релье потом Майя на меня располагается. Мне нужно было брать мало точек. Да. Блин, на шо ж мне взять? Ну не на серебро ж брать, а? Серебро и золото. Можно взять ещё на эти, на лагеря у тебя. Да, кстати, у тебя меха безумные. Эй, обработку бронзу. Так, у нас одна еда, но у меня... Где сама? Они её не взяли... А! А, вот он. Вот у них этот, блин. Охренеть. Прямо рядом со столицей, что ли? Да. Ну, я сейчас просто встану в двух клетках прохода, и по Нинска мне не пройдёт вообще никак. А нельзя как-то забрать... ...гибралтарскую скалу, м? Ну... Построишь, если... ...город там, рядышком. Вот, на холме, рядом с пряностями. И купишь её, то заберёшь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова М.Конщины Продолжение следует... 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 так а они эфиоп кстати о эфиоп кстати взял пантеон плюс 30 увеличение силы стрельбы городов так что не подставляюсь ему под город очень интересный выбор но это видимо он они тоже поняли что эфиоп между нами находится но правда они то не знают что мне хреново до него идти с другой стороны кстати ну вполне можно его будет атаковать если чё блин рассинхрон поставлю город тут у себя и можно даже за горы поставить есть место так японец японец в традицию тоже пошел как ни странно у них там соль у японии видимо соль блин это конечно лучник она придется как дуболомом воспользоваться вряд ли тут японец пробежит главное не забыть переключиться сейчас так ну что дальше давайте лучников откроем или пирамиды давайте лук откроем кого лучиков потом пирамиды короче фиоп странно сыграл построил лучником при этом писали его у себя на холме и дал мне спокойно занятие из-под но он видимо не собирается это это место занимать не прикол в том он до этого скаутом пришел начал мне мешать но лучника держал у себя там на холме я не пойму может он высчитывает чтобы у тебя было больше городов специально один против двух типа того сейчас он те как как зарашит это видео подготовлено при поддержке справочника и карты 2gis кстати если вы знаете более оптимальный маршрут нежели предлагает 2gis то специально для вас в приложении есть кнопка знаю маршрут лучше рассказывайте разработчики все проверят а если вы еще не пользуетесь этим приложением то заходите на 2gis.ru и скачивайте совершенно бесплатно под вашу платформу ну или пользуйтесь онлайн 2gis если быть точным так как и общество сейчас скорее всего и дуболом своего потеряет ну в общем выноси эфиопа блин они друзья по моему это темной вам не кажется черный список ребят короче я уж ошибся я щас могу дуболом образ сранили нечего молодец ты только не кликаем много раз ты вот начался этот мне я именно генералом так клипа просто для больше уверенности я я с вами не буду заключать дружбу вы мне не очень понравитесь эти-то пускай дружат а мы с вами такие суровые так а смысл я не пойму таких вот ну ребятам делать больше нечего много времени свободного во время игры поздравляем кстати тебе дань не дает там жене в элхосе какую дань чего бы мне будет давать дань да дает просто не ожидал что я первый по армии ничего себе да оба мне дали дань у меня у меня просто три скаута и один дуболом как я мог быть первый по армии я не ожидал этого у меня поломанный дуболом и один копейщик ну да я короче взял сейчас 190 золота на халяву кому нужны деньги обращайтесь ты себе раба в принципе нож купить может мне лучше купить посилу те постоянные рассинхроны не очень нравится честно говоря там ребята химичат так а посила купить теперь мне как а ваше сне посил 370 стоит его никак да я знаю что через реку но надо с этим разбираться знаете я лучше буду для вас деньги хранить то есть вы выше идете в минусы даже у нас какая-то наука была или вернуться в принципе чем его защищать тут хоть деньги будут идти уже уже сангай первый по армии я во время зашел короче сил вообще передумал занимать территорию он отдает мне все ключевые места на карте это же здорово люблю таких соперников по науке куда давайте откроем эти морские караваны может пока он понадобится но и там драмон мой а дальше уже решим то можно и в сады зайти чтобы я у японца сады отобрал я строю лученько чтобы вот отсюда этот лагерь выкурить хочу сюда город поставить так сейчас не обработанной день есть сообщил и все по лошади вы куплен без лошади будет сидеть ну ты думаешь у него лошадей нету даже стратегический баланс ну кромки меньше будет давайте-ка в хасе поможем турок моногородом будет играть да не он же в волю играет уже явно взял бесплатного посела у меня на в твою сторону куда-то его ведет ставить а ты еще до сих пор не поставил город а у тебя уже три пусть а боже 22 ты там ну то есть два да ты там а ты святыню построил свою или нет это кому вопрос светилища я надо тут города расставить как он займет сейчас уже буду строить сразу после момента я возле овец ставлю да правильно совершенно мы тебе доверяем в этом выборе сложным так аверианополь вырос пускай в принципе пока растет дальше или ли так лучше бомбар быстрее построить построй о харар суши харар же вообще лошадьми берется колясками не хочешь попробовать сангай 1 по производству я 2 сангай 1 календарь давайте мешок так надо тут немножко разведать непонятно как мне город ставить еще 4 явно 4 как мне минимум надо города но тут везу ка это такое не часто бывает олег олег суров с этими с варварами о я так и знал что это пансиону возьмут плюс 4 поселом там мочит варвара забирает лагеря кто кто мая нет он что-то так стоял за лагерь я думал ждет пока новый будет респавниться слушай айрон чего у тебя постоянно на фоне что-то орет вообще заглушая тебя так все сейчас не должно принимает блин что они оттуда прутся постоянно ко мне тут я сейчас закончу с варварами можно будет идти смотреть что там так вообще было неплохо лхасу и женеву засоюзить как-то но они пока ничего не хотят блин надо видимо еще одного лучника я просто сейчас не проведу сюда посела или вообще драм он дрианополе лучше так так я вышел первый по бронке ну я 4 я так думаю сангай 2 до ну блин лука была промоушен ну в общем если тут японец захочет бегать то пускай бежит потом пойду вырублю пряности обработаю сейчас золото тут пускай лечится пускай лечится и это пускай лечится как довольством у вас 3-5 у тебя минус пошел пока не минус 0 но в следующем году надо обязательно ну я тяжелее железо золото следующему ходу дам хорошо подойти вряд ли тут кто-то будет так мая золото я хочу сюда ставить то что мне тут предлагают мне не нравится мая тысяча строчка приметать или в лагере разбомбим я заберу получу 50 голды да не харар вообще берется без проблем по моему дальше могут быть проблемы что там какие-то холмы я смотрю леса леса возле столь не было тоже проблем не ну я место тут ключевые занят я не думаю место у него давай сады элемент калуке что ты хочешь я бы сады все равно коляски будет тогда пошли в сады так сейчас науку блин забыл 2 на науку пирамид на производство переключить 6 ходов отлично драмончик тут мне в тему поможет с этим лагерем разбираться так ну что пойдем посмотрим что там у японца он ко мне не идет так я к нему схожу мая лагерь вот тут уже не высиной кстати мы что-то без чудес вообще сидим так на минуточку по моему это не честно я сюда хочу город поставить так что пока так слушайте у нас есть барьерный риф на карте откуда ты почему так решили что все на имя встретили это второе чудо и нам еще два встретить то еще без 4 а должно быть 3 нет почему должно быть 4 а блин между шестерей то точно пойдем кафе опытом сбегаем вот соль с тренера раз по лагерю я добью потом разведом и и и и еще даже наверно один драмон сразу построю моя ты правее там вместо под краба ноги будешь занимать или нет хочешь займу а твое как тебе удобнее ну я туда не планировал ставить просто сейчас мне надо мрамор обработать на мрамор посока рабочий построен и и и и и и и и и турок каким-то образом тут от едается интересно первый по армии фи об яf я 2 теперь пятый еще по видимо так тебя испугался что там клепает безостановочно я могу следующим ходом уже этот лагерь расфигачить по идее так гарамон следующим ходом построится так ладно посмотрели пойдем с этой стороны лишь ты какой по панке пятый но я сейчас особо не на производство поставил не второй на 1 минуту подстает моя поздравляю с пирамидами надеюсь убьет давай убивай и блин гэгэшка неужели не смогу тут город поставить блин метод не свезло видите где у меня скаут стоит на берегу я хотел тут город поставить а там среди границы гэгэшки я правда не знаю ставится у меня город или нет то есть по идее наш могла расти правильно даже без она не росла у тебя а ты хочешь налогов стать да да на овцах ставится город но я не хочу овец терять она попробую попытка не пытка ну что дальше открываем давайте библиотеку откроем блин да да не могу я там город поставить придется на овцы ставить или или на пустую поставить просто я просто на пустыне втыкнул в принципе дамы у нас же тут традиция как-никак видите перекратил рабочий делать когда рядом оказался варвар приходится заново запускать вот надо подумать мне еще куда четвертый город тут ставить или или тут так наверное один такой караван сделаем все таки в константинополь надо отправлять о виктория у гэгэшки так значит мы уже сколько нашли три чудо гибралтар виктория сенай так я чуть проспал армию селком наткнулся в метки ну молодец что я могу сказать так сейчас буду тебе клепать тогда ты видимо решил что и фиоп играть не умеет да я что-то вообще расслабился так строю сижу домики пирамиды там надо ему чё-то послать я вам напоминаю что вы когда будете в минус уходить мне говорите чтобы я вам деньги дал так жена я потерял ребятам поздравьте меня я 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 не ну смысле как поддерживать подойти сюда в принципе да смогу я вот думаю можно ли все-таки турка попробовать атаковать это все равно сейчас двинется так на турбукту слушай мая построй какой-нибудь три ремку слушай а сейчас как не строить вас войска для сиама ой для сангая спросил сангая мне нужна одна три рема если мы будем захватывать стамбул не забейте только тащить строить 3 мучше хорошо да ну тут как минимум 5 драмонов надо а Тебя Эфиоп, конечно, ввел в заблуждение. Тебя там лошадей хватает, у тебя там разграбили варвары? Да. Возьми еще, мне как бы лошади не нужны. На всякий случай. Так, если дашь лошадей, так я могу еще наклепать тебе каких-нибудь колясок. Я тебе говорю, строй три ремы, мы сейчас с тобой Стамбул будем брать. Ну хорошо. Не обращай внимания, там Сангай с Эфиопом у них своя отдельная игра. Я уже построил вот одну ремку. Ну мне сейчас посила надо. Немножко подберем. Я Библу построю. Окей. М-м-м. Продолжение следует... Продолжение следует... По идее, если он построит, конечно, стену, то Стамбул не берется. Но мы попробуем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слушайте, из шести городов-государств четверо вокруг меня. Продолжение следует... Так, Женева хочет торговый путь... Продолжение следует... 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 Так что тут только на твоем фастклике может быть... Да, мой фастклик его убил... Так, первая коляска пошла по какую сторону... Ты прежде чем дарить коляску Сангаю, спроси у него по поводу... Как его... Ну чтобы у него лошади были... Есть... Продолжение следует... 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 меха есть у кого те далеко до золотого века сангай сутка тогда мне давай они подожди у меня 100 а у меня больше дай сангай тогда блин убьет или не убьет коня чуть позже стану в защиту нужен четвертый город на самом деле видимо вот тут его надо ставить вот и религия религия у эфиопа первое но это кстати хорошо они как бы он не сможет его там распространить на японию и турцию так что у меня а еще от серебра да в принципе надо тут вот ставить четвертый город точненько с конем разобрались надо просто с тем лагерем идти разбираться в общем держись айрон тебе идет две коляски и копьеметатели окей слушайте ну надо городов как-то больше ставить я сейчас два поставлю и я щас два еще сейчас один потом еще пусть устроить может караванчик послать а не рискованно в геную в геную а зачем деньгами не очень то но я строю вообще караван в адрианополе ты хочешь караван на из поленки послать ну в принципе можно слушай ты пока этой триремы мы все равно город не берем разведай что там с той стороны ну давай Продолжение следует... 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 А я третий по производству. В принципе, я могу тебе помочь у Джене Драмонами парочкой. Я не очень хочу на Джене атаковать там всего единичка годы и там стены. Я бы на хара ручек пошел. Как знаешь. Как считаешь правильным, так и поступай. Слушай, Майя, имею ввиду, там у Турка довольно много метколуков. Ну, как бы от Майк Драмонов отбивается. Я отступаю, так он может на тебя пойти. Я немножко тут подстраивать буду сейчас. Так, довольствую. У меня через два хода золотой век свой, а потом через пять еще свой. Прекрасно. Блин, где довольство взять, а? У тебя минус? Угу. Возьми слоновую кость, у меня через три хода обработается. И. А в Гену, в Гену имеет смысл отправить все-таки тебе караван майя? Отправлю. Слушай, и возвращай, наверное, Трирему обратно, смотреть, чтобы просто турецкий, у Турка точно там есть какая-то Трирема, чтобы он не пошел в Четеницу и не разграбил тебе караван. А я веду уже, да. Все-таки злые варвары. Да, 19 ходов арбалеты. Они инженерное дело тоже открыли, но они не открыли деньги почему-то. Надеюсь, они помнят, что стену нельзя строить. То есть у них деньги и гильдии не открыты, соответственно. На всякий случай около Джене армии вообще нету. О, ты уже Харар берешь? Ну да, он под Харар перебрасывает. Ну и что, возьмешь Харар? Да. Женева хочет торговый путь. Кстати, почему бы и не... Короче, не строил бы я пирамиды, а строил виска, было бы все по-другому. Да, ну, ты видишь, ты расслабился в начале игры. Да. А, он в Хараре, по-моему, стены купил. Так. они уже все позабирали на довольство я религию открыл соборы что только осталось четвертый город поставить аманус олег возьми а там выбираешь религию да чё золото возьми взял и соборы или плюс нет нет я тебе кинул предложение ты там как в общем как выберешь религию отвечай на предложение да у японцы уже четыре города у меня все еще три так а а а а и и и и и Ух ты, блин, Квебек и Антвек, Квебек, Антверпен где? Что это они такое сделали, что сразу два, две ГГшки нам войну объявили? Причем в таких разных местах Блин, мне и рабочие нужны, и армия нужна Еще там армия нужна, ты как бы говори что-нибудь Айрон, тут у тебя там дуэлька чисто идет такая, нужна еще армия от Майя например? Ну вообще было бы неплохо пару колясок, пару лошадей даже лучше, чтобы пересеченные бежали нормально Лошадей, пару лошадей Сейчас через два хода начну клепать Субтитры создавал DimaTorzok Так, отойду, смотрите чем тут занимается пока Сангай Поздравляю с захватом Харрера Поздравляю с захватом Харрера Поздравляю с захватом Харрера Эфиопский разведчик прибежал к тебе, ничего себе Леш Так, я сейчас отходил, если кто-то что-то просил, то повторите К тебе разведчик прибежал, к Никее К Никее? Эфиопский? Да Эфиопский? Да А, вижу Субтитры создавал DimaTorzok 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 чего финансы выровнял отправил караван да и сколько дает караван 9 вот да неплохо так надо армию построить это фракторе знаете что построю все не успел я религию основать так 4 что он обрабатывает что это железо то слушайте ну 6 ходов до арбалетов у меня еще следующим ходом 2 библиотеки построиться я думаю ходы через четыре арбалеты будут что-то вторую игру подряд айрон чисто один тут играет в прошлый гранат олега не было он спал так айрон тоже за сангай играл и он был на отшибе вообще то есть если тут как бы ну дуэлька такая да так там он на отшибе до него фиг знает как добраться было мне пришлось города в его сторону ставить такую длинную колбасу и потом уже передавать юниты но ребята там собрались напали тоже захватили один город но потом там там совсем как бы человек который нападал на айрона он не очень хорошо воевал откровенно да убили слушайте ну блин что я не знаю как это вот честно по праву нет я вообще убил скаута эфиопского прошлым ходом а тут он оказывается есть и захватил моего рабочего как к этому относится не знаю ну ладно играем сейчас этого рабочего все равно варвар захватит вот и там турка на турка нападаешь да ну он говорит дочек поставил юнит и стоит так о серебро смотрим город ставить на серебро если не буду свать айрону то нападу тогда не не тут важнее айрону потому что он явно может эфиопа вообще захватить тут-то ты может интернетом и захватишь но как-то с турком тут туда если айрон захватывает эфиопию то все г.г. я второй поправился на один молоток деньги они открыли уже гильдии вроде еще нет да ничего в классической эре ну шину эфиопа скоро закрытие воли я так понимаю наверное блин варвар к сожалению не захватил рабочего ну да все по идее закрывают спору там и я думаю сейчас вы купить тайл и прям в лицо поставить подойди соберу крепость но близ холм 100 монет стоит а а может не выкупать тогда прям ну смотри Да, ну это подстава с рассинхроном и захватом рабочего. Не знаю, пускать в Женеву караван. В принципе, я могу союзникам её своим сделать. С другой стороны, вряд ли у неё тут много армии, они тут будут её грабить территорию. Фиг знает, короче. Та, блин. Что, потерял опять генерала? Нет, мог только что генерала ему убить, но он успел поставить юницу, блокировал меня. Так, конячку я двигаю к тебе. Ну, мы явно раньше выходим в арбалеты. Ну да. Они даже ещё гильдии не открыли. Так, вот это какая-то хрень обрабатывается. Вот тут можно лес вырубить. Оставлю их в премию, у тебя два серебра. Хочу просто, чтобы вырос город сначала до восьми, и тогда строить поселенцы. Если тебе счастье нужно, можешь меня мрамор разобрать, у меня хватает. Что-что? Если счастье нужно, можешь мрамор разобрать. Не, у меня есть поклоны. А, я базы бы на деньги пускать пущу из Дрианополя в Никею. Пускай растут города. Так. Пускай растут. Так. Больше не союзник Антверпена. Слушайте, Эфилп последний по армии. Правда, при этом турок первый. Так что давай, дожимай Эфиопа. У меня промка 54 сейчас. И еды 77. У меня 52 промка. А у меня 41, и я третий. Да и по армии четвертый. А вы какие? Третий. Ну, а ты второй, видимо, да? Ну, да. Ну, то есть у них ни производства, ни армии по-хорошему. Ну, и сейчас они вот решили, видать, тут последний агония напасть туркам. Ну, если он на тебя нападет, то тут как бы ему очень долго придется это делать. У меня двойная. Так, у кого счастье есть? У меня. Дай мне сколько, я не знаю, что метки. Ди, если хочешь. Так, что хочу, а что я хочу? Какао, мрамор, мрамор. Я хочу мрамор. Так, арбалеты вышли. Давайте, не знаю, мастерские или рыцарство? Давайте мастерские. Давайте. Так, пришло время в стольный амбар построить. Наконец-то. Все, коньячка прибежала. Угу. Спасибо. О, одесса и баба падает. О, у него ученые. Откуда у него ученые, я не понял. А, понял. Ученые появились. Все, я понял, да, я увидел. Закрыл волю, они сейчас будут сжигать ученых в арбалеты. Хотя гильдии у них еще... Они только что вышли в гильдии, да? Да, эфиоп прожегся ученым в гильдии. Да, я увидел. Но это, кстати, очень хорошо. Потому что я думаю, что у эфиопа самая маленькая из них наука была. Мне так кажется. Это он только что волю закрыл, взял ученых. Да, да. Да, сейчас бы деньжат. И можно атаковать. Ну, если надо, возьми. На апгрейды я имею в виду. Ой. Уф. 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 ему или все-таки отправить женеву на деньги или в никею поздравляем что будто не сдаваться опять iron в одиночку у нас какие-то не командные ну как в прошлой игре правда ему помогал тут майя наверное помогал ну я считаю что турок и японец как-то совсем пассивно там сыграли ну да им надо было может меня продавливать ну не замкать как мию мне кажется на майя стоило нападать крайнем случае жене вот можно взять спокойно мне кажется желание ну жене в элхасу можно тут очень тяжело им ко мне пройти в одну клетку тем более метавер драмоны есть знаешь это вот тут все-таки тяжеловато а у меня тут тут ровная местность можно было отдавляю отдавляю Продолжение следует... 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 нет калуков а вот они пошли туда все я же не отбил поздравляем тебе это важнее чем эти сабэ заза Предлагаю после мастерских в «Рыцарей» Хорошо Хм, отбился Он, видимо, сюда к «Майя» поведет сейчас Других у меня соображений нету О, теперь уже я первый по населению Ну, я не знаю, мы тут и в развитии лучше играем И еще ты Эфиопа захватил Ну, там так на Тоненького было Он таким массированным, сколько он пошел Я могу не отбить Ну, согласись, ты расслабился просто Ну, да Ты просто решил, что он так вот ставит города И тебя пропускает, что чувак, видимо Реально добыть 100 рублей сейчас? У меня через два хода будет 100 рублей Просто важная клеточка Экономит целого генерала Ну, проси у меня Чего-то сюда предлагают поставить Потому что тут река Я, конечно, буду сюда скорее ставить Так Два Три Четыре Пять Ну, три ремка еще одна Так Много довольства Генуя много довольства давала Словно, он хочет этот караван Прям не может Прям хочет, нечем пожениться Для города Хочу, а там благовония есть Да, там у него куча благовония Прям две штуки А, три Три штуки Я вот не понимаю Вот это Вот тут Турок нападает Ой, майя нападает на турка, да Но он вместо этого держит вот тут Чтобы 200 Ну, он получит 200 золота Хорошо Он разграбит караван Но он при этом город потеряет Я не понимаю Возьми денег Проспал все-таки Возьми Прямо 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 Продолжение следует... 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 Олег, я там минералов привел, и сейчас я не даю еще тащу воде их. Не знаю, Exploration или Честь лучше. Что думаете принять лучше, Честь или Exploration? У меня Exploration только два города, собственно, стоит. Вообще, вряд ли он понадобится дальше. Уже сейчас Труммона попил, чтобы еще не пограбнуть. У меня нет денег. Прости, у меня есть 109, мне надо 100, 157. О, отлично. А, ты же за захват городов в два раза больше получаешь? А, ты же за захват. А, ты же за захват. А, я, я, я. что там эфиоп до последнего сидит блин мне в 4 часа уходить надо как-то если они собираются до последнего тут играть давай ставь генерала не жди до последнего то не будут кричать что мол ты на последних секундах ходишь ну конечно же синхрон естественно а а и и и и Продолжение следует... 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 Кстати колосс можно построить. Ну что он там отбивается пока да сейчас пока доведем таймера не было так уже бы да Все, действия там Короче, я чисто В развитии эту игру сыграл Я считаю, что Блин, опять рассинхрон Что так часто рассинхронно Вот с ними, я не пойму Или может это опять У вас, Айрон и Олег Между собой Но зато грузится все без проблем Мы-то играли тогда тренировки Вообще не грузилось нифига А, спасай Убили все-таки те арбалеты И захватили Рабочего Девушки отдыхают Там сейчас еще генерал перебежит Ну, кстати, конюшню нужно построить Так Коляска За моим Скаутом, что ли Так 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 Сколько Может, Ноттердам кому нужен? Слушайте, давайте после гражданской службы философию откроем. Или уже сразу в рыцари? А, пошли в рыцари. Чё нам это уже наука? Нафиг не нужно. Ну что, наверное, пора дорогу провести. Вообще, лучше всего было бы так раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь. Хотя, может быть, так раз-два-три-четыре-пять-шесть. Нормально. Олег, выбирай там коляску, и мне подарили. И прими предложение. Впереди Все, блин, только одну погоду купил и все. Гад, в черный список его. Это у него четвертый город или третий, а еще второй. Ну, не очень он тут, конечно, с местами. Серебро, быть лидером по науке, и Мачу-Пикчу, кстати, Мачу-Пикчу я же могу построить в Константинополе. Ну, когда он еще построится, тут еще ходов немерено. И вот, я думаю, что он не может построить в Константинополе. И вот, я думаю, что он не может построить в Константинополе. Вообще, сложноватый, конечно, подход под Эдирный. Видите, две клетки всего. Сейчас два метколука умрут от крепости. Будем наблюдать там, где интересно. Сейчас я переключу сразу на пире. Вот видите, нету двух метколуков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА все равно он тут держит метка луков так что у нас тут происходит война война никогда не меняется зачем тратит наше с вами время турок и японец либо качу с лошадьми и есть если чё у меня 8 вообще эти пожалуй даже передам сразу я так понимаю сангай будет тебе дарить щас да ну я и раньше дарил просто зашел у него там не курисовая душа у меня уже минус 34 золота где-то будешь еще ставить крепость пока может он сейчас поставит тогда тогда было хорошо если конца поставил ну и вряд ли будет ставить ему и так удобно дэф хочешь чтобы он захватил рабочего да поменялся с японской бедный турок уже даже поменялся с японцем он там держал у меня два метка лука рядом с женевой так теперь там японец дежурит повел видимо войска каберне в принципе можно было бы возле стамбула поставить непонятно чтобы он не отвлекался нормально так будет олег Да нормально. Как мне тут пройти в Женеве-то? Хочу ближе к колхасе, чтобы дань с неё взять с этими арбалетами. Но если сейчас упадёт ниже вот этой отметки, то я уже не смогу дань взять. Просто колясок, конечно, многовато, но они тут... Ну да, коляски уже устарели слегка. Ну так и кидай их как мясо, подставляй. У нас закончилось предложение, принимаем. А то у тебя меня сможет уйти. А у тебя уже минус один. У меня это турок. Не хочет. Что тут коляски держит? Копьеметатель у меня очень крутой. Его будет апгрейдить. У него четвёртый уровень. Ничего. Ну, на метка луков у нас точно деньги есть тебе дать. Принимаем. А, так есть. Принимаем. Есть, да. Вообще есть деньги. Сколько тебе? Сколько тебе? Или всё, у тебя уже есть деньги? Какой-то рабочий самгайский у меня тут. Твою дорогу строить. А, понял. Такс, такс, такс. Иди сюда. Ну я уже третий по армии, пойду японца напрягать А то он какой-то расслабленный А то он какой-то расслабленный А то он какой-то расслабленный Нет, так и не давал указу Все, он встает, тут коляска А то он какой-то расслабленный Да, буду как пушечное мясо Они отвлекаются все равно на эти коляски Зато не бьет арбалеты Тогда Ступенна А то он какой-то расслабленный Не знаю, чем там японец занимался Может он строит все-таки армию для турка Тогда я ему немного руки свяжу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мне кажется, на сахаре было бы неплохо поставить еще одну крепость, нет? Все Может быть Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, генералы есть Сейчас начну ставить Да да и не ну серьезно они мало того что отстают по науке они в принципе нас догнать не могут то есть мы впереди по науке у нас более сильная армия смысл тут тянуть вообще время ну короче айрон опять ты вторую игру подряд вытянул но наконец-то мы сыграли с олегом слава богу все спасибо за игру пока отпишитесь пожалуйста в теме потому что мне уже убегать надо и просто не успею все пока спасибо я лёша халецкий тут кто сделал это видео и раз вы досмотрели до конца то у меня к вам просьба поставьте лайк а это ничего не стоит а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео ну и если вы хотите поделиться этим видео то я совершенно не против а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям спасибо что досмотрели до конца удачи и играйте в умные игры а